Слово предоставляется полковнику Владимиру Васильевичу Квачкову! Слава русской армии! С 1 декабря, когда российская, так называемая российская армия, перейдет на новую штатную структуру, у русского государства впервые, впервые за ее более чем тысячелетнюю историю не будет той армии, которая способна ее защитить. С 1 декабря у России не будет армии, а в Мальте, когда Путин подпишет, не важно через кого, соглашение со штатами о ликвидации, о сокращении боеголов до 1200-1500 штук, у нас не будет ядерного счета. В следующем году нас можно будет бомбить, как они бомбили сербов. Вот к чему мы пришли. Выход только один. Если власть боится и не хочет защищать наше отечество, мы должны сами защитить его. Это не какое-то эпатажное высказывание, уважаемые соратники. В России нет большей силы, способной защитить наше отечество, наши границы, наш русский, русскую нацию, русский народ. Три единый русский народ, великороссов, украинцев, белорусов и единую русскую нацию, в которой включают еще все коренные народы России. Я живу на Бережковской набережной. Шел сюда, уже были выставлены заслоны соответствующих стил. Правильно, у нас будут еще больше хорошие заслоны. Я не против ОМОНа, наших товарищей. Это замечательные русские люди. Я не против внутренних войск. Наш ОМОН будет сильнее нынешнего ОМОНа. Наши русские СОПРы будут сильнее нынешних СОПРов. И будущая русская армия будет сильнее нынешнего сброда полувооруженных, полуголодных. Вон стоит защитник, солдат. Это как можно ненавидеть собственную армию, чтобы взять вот таким памятник русскому солдату. Поэтому мы только сможем защитить нашу страну. Мы русские люди. Мы русские и другие коренные народы России. Выход один. Один выход, царатники. А получаться. Поэтому решение Всероссийского офицерского собрания создано и создается народное ополчение имени Минина и Пожарского, руководителем которого я и являюсь. Вступайте в религию народного ополчения. Отлучайтесь. Слава русской нации. Слава русской нации. Спасибо.